Я думаю, христиане, правда? Все, кто пришли сюда, я думаю, считают себя христианами. Мы все служители нашего Господа. И я думаю, что подавляющее большинство из тех, кто собрался здесь, могут назвать себя медиками-миссионерами. Многие из присутствующих здесь участвуют в этом служении, медико-миссионерском служении. Поэтому сегодня я тему приготовил, которая адресована особым образом к медикам-миссионерам. Для медиков-миссионеров есть особая книга. После Библии еще одна книга, особо дорогая их сердцу. Что это за книга? «Ослужение и исцеление», конечно. Она называется «Ослужение и исцеление». Вот этот экземпляр очень дорог моему сердцу. Мне подарили его как раз, когда я только-только первые шаги делал в этом служении. 1997 год, миссионеры из Америки подарили нам в группе молодых медиков-миссионеров книгу «Служение и исцеление», только-только-только тогда впервые вышедшую из типографии, недавно опубликованной. И поэтому сегодня я хотел бы из этой книги вместе с вами прочесть одну главу. И она, я думаю, будет насущна для нас и ободрением, где-то обличением, где-то наставлением. Этот целый раздел называется «Нужды работников». Имеется в виду работников Божьих. Нужды Божьих слуг. Нужды тех, которые участвуют в служении Богу. И этот раздел, он имеет несколько глав. И вот глава 40, она начинает этот раздел. Называется эта глава «Помощь в ежедневной жизни». Итак, Божьи работники нуждаются в помощи в ежедневной жизни. Давайте мы, вот читая вот эти вот отрывки, я не буду зачитывать всю главу, а только наиболее емкие цитаты буду приводить, стараться во всяком случае. И давайте вместе будем размышлять над этими мыслями, чудесными мыслями. Итак, «Нужды работников», помощь в ежедневной жизни. Первый подраздел этой главы. Начинается глава так. «Существует красноречие гораздо более убедительное, чем красноречие слов». Что это? Это жизнь, да, так она и есть. Спокойная, последовательная жизнь безупречного истинного христианина. То, чем является человек, оказывает большее или меньшее влияние, чем слова его. То, чем является человек, какой у него характер, какой он, большее влияние оказывает или меньшее, чем его слова, как бы вы сказали? Большее влияние. То, кем мы являемся на самом деле, наш характер в повседневной жизни, он на самом деле больше влияет на окружающих нас людей, на нас самих, чем просто слова, которые мы говорим. Хотя слова, естественно, тоже имеют вес. Не будем сбрасывать это со счетов. Но мы должны признать, что то, кем я являюсь, большее влияние оказывает, чем то, что я говорю. Об Иисусе. Помните, как сказали посланные к Иисусу для того, чтобы арестовать его и привезти в Синедрион? Они возвратились к начальникам народа. И какой был их аргумент? Никогда человек не говорил так, как этот человек. И поэтому мы не могли его привезти, потому что он такие истины провозглашал. Но мог бы Иисус вот такое учение провозгласить, такие проповеди говорить, которые касались сердец, если бы сам не вел такой жизнь, не был таким, не был великим Богом в человеческой плоти. В человеческом естестве не могло бы зародиться даже таких мыслей. Поэтому из его божественного сердца излилось это божественное учение. Его слова были последствиями его жизни, его сути, его характера. Иисус не проповедовал с бумажки, правда? Иисус не проповедовал с бумажкой. Ему не нужно было много часов проводить, чтобы как-то законспектировать свои мысли, чтобы ничто не забыть. В подавляющем случае, мне кажется, если не всегда. Иисус проповедовал, пришел в собрание. У него даже торы в руках не было, потому что тору могли позволить себе иметь состоятельные люди в основном. И это было неудобно, каждый свиток торы носить с собой. Это была очень объемная вещь. Поэтому Иисус проповедовал со своей памяти. И Он говорил к людям о том, что Он знает, что Он испытывает. И это легко. Легко говорить, когда ты говоришь о своем жизненном опыте, о том, что ты знаешь, о том, что ты чувствуешь, о том, что происходит с тобой. И поэтому Иисус был вот таким вот сильным проповедником, потому что сильна была Его сама Личность, сама Его жизнь. Помните, Он не только учил «любите врагов ваших», но когда Его распинали, Он молился за Своих палачей и тем самым показал, что Он не просто учит любить врагов, не просто принес людям учение о любви к врагам, но Он сам жил, любя своих врагов. Подделать как-то это поведение, притвориться любящим себя на кресте было очень сложно. Это было действительно явление Божьей любви в наивысшем ее проявлении, даже к своим палачам. Вот поэтому именно наш собственный характер и жизненный опыт определяют то влияние, которое мы оказываем на других. И далее. Евангелие, на которое мы опираемся ради спасения душ, должно быть средством спасения наших собственных душ. можем ли мы спасать других, если мы сами утопаем, сами не спасены? Обычно на местах, где есть места, отведенные для купания, там есть специальные люди, обученные, спасатели, которых задача — спасать людей в случае необходимости. Но Христос призвал в церковь, призвал служить, в том числе и медиков, и миссионеров, для спасения людей. И наша задача каждого человека — спасать других людей. Потому что каждый человек в этом мире является утопающим или погибающим без Христа. Поэтому те, которые не знают Христа, которые Его еще не приняли, они являются вот тем объектом для спасения. Но если сам спасатель едва умеет плавать и барахтается в воде, и вот-вот утонет, какой из него спасатель? Ну, никакой из него спасатель. Поэтому нам нужно самим твердо стоять на скале веков для того, чтобы протянуть руку утопающим в этом бурном потоке мира сего. Вот к этому призывает нас Священное Писание. И заканчивается этот небольшой подрастел помощи ежедневной жизни такими словами. Никакое другое влияние, окружающее человеческую душу, не имеет такой силы, как влияние бескорыстной жизни. Самый сильный аргумент в пользу Евангелия любящий и открытый людям христианин. Вот здесь нам, особенно в условиях санатория, может составлять сложность убедить людей в бескорыстности нашего служения. Ведь мы берем плату за наше служение. Кто-то может заподозрить или подумать. Но люди получают деньги, поэтому они готовы оказывать определенные услуги. Но какая перед нами сложная задача? Трудясь за плату определенную, оказывая услуги за плату, при этом все-таки убедить людей, что нами движут бескорыстные побуждения, что оплата наших услуг — это не главная наша цель — заработать деньги, занимаясь именно таким видом или давая именно такой вид услуг, медицинский вид услуг. Поэтому перед нами стоит нелегкая задача — это явить бескорыстный дух в нашем служении. И далее подраздел называется «Дисциплина в испытании». Вести такую жизнь, ну вот такую жизнь примерного, безупречного, последовательного, спокойного, бескорыстного. Видите, как много характеристик христианина. Легко это или нет? Легко в нашей природе вести такую жизнь? Естественно ли это получается? Ведь добрым, бескорыстным, последовательным, безупречным. Но это нелегко. Это нелегкая задача. Вести такую жизнь, оказывать такое влияние стоит усилий, самопожертвования и дисциплины на каждом шагу. Не время от времени, не от случая к случаю, не иногда, а на каждом шагу. Чтобы быть с точки зрения Господа истинным христианином, на каждом шагу нас будут ожидать трудности. Нам необходимы будут усилия. Это не в нашей природе, во-первых. А во-вторых, мир диктует свои условия очень часто. И поэтому необходимо постоянно двигаться против течения нашей собственной природы и против давления мира сего. Помните, когда Иисус беседовал с учениками, Он рассказал им притчу. Он рассказал им притчу о том, что один царь идет на другого царя с войною. И пока тот царь с более сильной армией приближается, у царя, который в городе находится, еще есть время. Время оценить ситуацию и оценить свои силы. И подумать, стоит ли вступать в войну с этим грядущим царем. Или, может быть, подумать о мире. Может быть, сдаться, не сопротивляться и заключить мир. Быть обязанным этому царю, платить дань, трудиться на него. Но сохранить таким образом свою жизнь и безопасность. Помните эту притчу? Я ее пересказываю своими словами. Что означало эта притча? Иисус Христос, наш царь, Он грядет в наш мир. И Он грядет в наш мир уже во второй раз, но, к сожалению, а может и не к сожалению, Он уже не грядет, как вифлеемский младенец. Тихо, мирно, спокойно и незаметно. Нет, Он грядет силой и славой великой. И сам Он сказал, что восплачиваются пред Сыном человеческим все племена земные. Почему? Почему для многих не будет радостным этот приход? Потому что они находились в состоянии войны с Ним и не продумали о том, чтобы примириться с грядущим царем, пока Он еще на пути. А уже когда Он уврат, когда Он уже низложил город, уже говорить о перемирии поздно. Когда ты сопротивлялся Богу всю жизнь, уже поздно. Иисус аргументирует, говорит, примиряйтесь с Богом, когда еще есть возможность. Сегодня день спасения призывал Господь. И когда Господь призывает нас стать христианами, Он не скрывает от нас, что нас ждут сопротивления. Становясь христианами, теперь эту притчу давайте по-другому проинтерпретируем. Нам нужно взвесить, пока грядет это решение, нам нужно подумать, на что я решаюсь. Христианская жизнь не лишена трудностей. Христианская жизнь — настоящая христианская жизнь. Она будет требовать от меня усилий, самопожертвования и самодисциплины на каждом шагу. Решаясь стать христианином, решаясь стать членом церкви, я решаюсь на вот такую жизнь борьбы. Готов ли я идти этим путем? Или, может быть, я в этом мире хотел бы пролежать камнем у дороги? Вроде бы провести такую спокойную жизнь, ни от кого и ни от чего не зависеть, никому ничего не быть должным, заботиться только о себе, никому не служить, ну, кроме тех случаев, когда мне хорошо заплатят за это. Есть выбор. Я думаю, что подавляющее большинство из присутствующих, если не все, приняли в своей жизни все-таки стать на этот путь. Все-таки стать на путь служения Богу. Путь, который будет требовать от нас самопожертвования, дисциплины и усилий на каждом шагу. Осуществить это самостоятельно, ну, это просто не под силу человеческому существу. Я помню, Моррис Венден или Вандеман, скорее всего, в одной из своих книг приводит такую иллюстрацию, что во время заселения Северной Америки белые люди, они встречали сопротивление индейцев, местного населения. И вы помните об тех войнах, которые были с индейцами. Мы помним по книгам, по фильмам. И вот у индейцев был такой обычай, когда они брали в плен белого человека, определенного племени, был такой обычай. То есть они давали, в принципе, белому человеку шанс на выживание. Они выстраивались в два ряда, эти индейцы, вооруженные до зубов, и позволяли этому белому человеку бежать сквозь этот строй. Оттуда и выражение, бежать сквозь строй. Но эти индейцы, они со своими мачете, со своими копьями, со своими луками и стрелами, они здесь были совсем рядом. И они пытались поразить этого белого человека, бегущего. Вот если тебе удавалось пробежать сквозь строй, ты использовал свой шанс. Но подавляющему большинству это не удавалось, потому что избежать удара с той, с другой, с третьей стороны просто было невозможно. Нужна была сверхъестественная ловкость, ловкость, может быть, олимпийского чемпиона, для того, чтобы пробежать сквозь строй и избежать смерти. Поэтому прожить вот такую жизнь, жизнь, подобную жизни Христа, которой призваны мы, без сверхъестественной помощи просто невозможно. Поэтому высокое наше призвание и высокий стандарт праведности, к которой мы призваны, он просто приводит нас к осознанию нашей нужды. Нужды в Боге. Нужды в том, чтобы помятовать о Его любви постоянно. Только когда Его любовь наполняет наш разум, мы видим ее, мы осознаем ее до глубины души. Это любовь Божья, милость, дарованная нам. Она дает нам силы и вдохновение для вот этих постоянных усилий в нашей повседневной жизни. Для жизни, когда идешь против течения. Течения своего сердца и течения мира. Поэтому давайте прильнем к вот этому источнику Божьей любви. Будем постоянно помнить о нашей абсолютной зависимости от Бога в получении силы для того, чтобы жить такой жизнью. Если мы отваживаемся жить такой жизнью, не уповая на Бога и забывая о нашем отчаянном положении без Него, мы просто превратимся в христиан по образу фарисеев, надеющихся на свою праведность, надеющихся на свои силы. Поэтому еще раз повторяю мой призыв. Давайте прильнем к источнику Божьей любви. Давайте будем взирать в наших утренних чтениях Библии, в изучении Писаний на Христа, на Его любовь к нам, на Его милость, дарованную нам и на другие аспекты Евангелия. И давайте в повседневной жизни, даже во время работы, во время учебы, вспоминать о Боге, льнуть к Нему и исполняться Его Духом. Только при таких условиях мы сможем приблизиться к тому идеалу, к которому мы призваны. Безупречная жизнь последовательного, бескорыстного христианина. Ну вот перед Богом задача помочь нам стать такими, какими Он желает, чтобы мы были, чтобы мы могли прославить Его в этом мире и оказать сильное влияние на тех, кто еще не знает Господа, кто еще не отдал свои сердца Ему, кто еще не решился пойти тем путем, которым решились пойти мы. И Бог желает воспитать таких людей, воспитать таких свидетелей. Помните, 144 тысячи в конце времени особым образом прославят Бога тем, что устоят верными Богу в особых, наиболее трудных обстоятельствах. Богу нужны такие люди. Где Ему таких людей взять? Ну вот где Ему таких людей взять? Где найти эти самородки? Где они? А их просто нет от природы, правда? Ему нужно их воспитать. Совершенно верно. То есть он берет обычный материал, обычный возьмем углерод и из него ему нужно сделать алмаз. Под силу это Богу или нет? Под силу. Мы знаем, что углерод в графите и углерод в алмазе. Это тоже самое вещество, так? В таблице Менделеева буквой С означается. Но Бог делает чудеса. Графит и алмаз. Поэтому Богу нужно воспитать таких христиан. Но как же Богу воспитать нас? Какие меры к нам принять, чтобы мы могли стать подобными Христу, оказывать влияние подобное Христу? Мы можем молиться об этом, и мы молимся о том, чтобы быть подобными Христу, прославить Бога на земле, влечь других к Нему. И вот здесь написано, они молятся о том, чтобы их характер уподобился Христу, о том, чтобы быть способными совершать дело Господне. И как Господь действует? Здесь написано, а оказываются в обстоятельствах, которые им кажется обнаруживают все зло, таящееся в их натуре. Бог допускает в жизни такие обстоятельства, что те люди, которые хотят быть подобными Христу, попадают в такие обстоятельства, где проявляются нехристоподобные черты их характера, а порою какие? Далеко нехристоподобные черты характера. Молишься, чтобы стать ближе к Богу, а попадаешь в такие ситуации, что садишься в калошу, образным языком говорят. То есть видишь свою несостоятельность, видишь свою греховность, недостатки характера, которые таились в моей... А я и не знал, что я на такое способен. И другие люди говорят тебе, я не знал, что ты на такое способен. Говорили вам так когда-то? А я не знал, что ты на такое способен. Другие удивляются, как ты мог такое сделать? И это ответ на молитву. Господь допускает, чтобы проявилось вот нечто нехорошее в нашем характере, что нам еще предстоит что? Победить. Он открывает нам недостатки нашего характера не для того, чтобы повергнуть нас в депрессию, не для того, чтобы унизить нас, а для того, чтобы помочь нам смириться и довериться Ему в вопросе формирования нашего характера. Положиться на Его силу вместо своих сил. Прочувствовать нашу глубокую зависимость, глубочайшую зависимость от Него. Испытания и препятствия являются избранными Господом методами дисциплинирования. Это определенные им условия успеха. Испытания и препятствия. Избранными Господом методами нашего воспитания. Увы, по-другому, к сожалению, человеческое существо трудно обучается. Есть более простой метод обучения, более легкий. Человек читает в Библии опыт других людей, людей прошлого. Почему Библия такого объема? Чтобы имели много разных ситуаций жизненных, разные вопросы разъясняются. И мы можем, прочитав, избегнуть многих тех ошибок, смирившись, приняв этот урок, не повторять свои жизни, не наступать на те грабли, на которые кто-то уже наступил. Но, к сожалению, как часто бывает, знаем, но наступаем на те же самые грабли, на которые наступали, начиная от Адама с Евой, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и все остальные пророки и так далее. И только тогда мы уже в раскаянии приходим к Господу. Да, Господи, я отрекся от Тебя, как Петр. Да, Господи, я соблазнился, как Валаам. Да, Господи, я тот, другой, третий. И тогда уже в своей жизни пережив какой-то опыт, испытание, падение, вот тогда мы уже в смирении приходим к Господу и говорим, Господи, я без Тебя что? Не могу. Вот и тогда начинается духовный рост, тогда начинается исправление. Вот Бог выявляет скрытые от нас недостатки и помогает их проявить и тогда ведет нас уже к победе. Часто Он позволяет пламени несчастья опалить их, чтобы они могли быть очищены. Не всегда наше падение где-то во грех или еще проявление каких-то нехороших черт нашего характера может помочь нам смирить. Порой Бог допускает просто несчастье, не как последствия нашего греха, а просто независимые от нас обстоятельства, которые причиняют нам боль, утрату. Но оно определенным образом заставляет нас задуматься, смиряет, смягчает, помогает у Господа обрести силы. И далее здесь написана или приведена иллюстрация «Горшечник берет глину для того, чтобы по своему замыслу создать сосуд для определенного употребления». Но глина не такая податливая, еще нужно ее приготовить для того, чтобы из нее получился хороший сосуд. Что он делает с этой глиной? Он ее, во-первых, отскабливает от того места, где она лежала, от залежи, где место заложения глины. Он отделяет ее сначала оттуда, привозит к себе, переносит домой. Дома ее сначала в воду. В воде она лежит, потом она размягчается, он начинает ее местить руками, разрывает на куски, потом снова вместе. То есть много с глиной производится таких вот манипуляций. То туда, то сюда. Побыла в воде, побыла в руках, погнули ее, форму изменили, вылепили кувшин. И потом куда этот кувшин? И давай в огонь, то в воду, то в огонь. И бедная глина думает, что же такое происходит? Я думал, я буду кувшином в части, а тут меня, пока я еще дойду до этой кувшина, вот этой вазы, которая там где-то будет стоять на фортепиано, или где-то на столе, и в ней будут красивые цветы, и все будут любоваться, и вот мое будет служение какое. Но пока я до этого служения дойду, то я уже и в воде побывал, и в огне, и уже помняли меня хорошенько, уже мне и не хочется в этой печке обжигаться. апостол Петр пишет, первое послание Петра, 4 глава, 12-13 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, и до объявления славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Это сногсшибательное обращение апостола к церкви всех веков. Представьте себе, в следующий раз, когда меня, вас постигают трудности, испытания, лишения, потери, неудачи, падения, вот в этот момент нам нужно вспомнить отношение Бога к нам, Его перспективы для нас и возрадоваться. Возрадоваться Божьей милости, способности, силе и желанию нас поднять выше. И поэтому написано «Возрадуйтесь и восторжествуйте» во время испытаний. Не тогда уже, когда всё закончилось, и мы видим, что зло, которое приключилось с нами, в конце концов Бог на добро обратил. Вы представляете? Ну, легче радоваться уже в конце, правда? Сказка закончилась, благополучный конец, фух, мы радуемся, правда, легко. Но в начале сказки, когда только завязка, когда мы ещё не знаем, как всё закончится, но уже доверять Богу конец от начала и радоваться уже в начале. Давайте будем учиться проявлять такую веру. Что вы скажете, собратель? Давайте будем учиться. Когда что-то идёт не так, как нам хочется, испытывается наш характер, мы искушаемы. Давайте будем всегда поддерживать бодрый дух доверия Богу. Бог знает, что делает. Далее этот же раздел продолжается. Здесь говорится, многие не удовлетворены своим жизненным поприщем. я верю этим словам. Многие не удовлетворены своим жизненным поприщем. Многие люди говорят, ну я сейчас занимаюсь не совсем тем, чем я хотел бы заниматься. Может быть, это была ошибка юности, когда выбрали не то направление в жизни, не посоветовавшись Богом. Или, может быть, та сфера, но не то место. Ну и дальше здесь приводятся примеры. почему многие не удовлетворены своим жизненным поприщем. То есть местом жизни, своей функцией в обществе, в церкви, на предприятии не удовлетворены. И что может смущать вот этих многих, будем говорить как о них. Хотя я думаю, что некоторые из этих многих, наверное, пришли сегодня в церковь. Может быть, тот, который проповедует за кафедр тоже в это число порой можно его включить. Многие не удовлетворены своим жизненным поприщем. Ну, написано, возможно, им не подходит окружающая их обстановка. Что это значит? Не подходит окружающая обстановка. Что такое обстановка? Мебель не подходит. Что под обстановкой имеется в виду? Может, мебель не подходит, стулья неудобные. Ну, я думаю, нечто большее. Не подходят люди, которые оказались в это же время, в этом же месте, работают вот здесь рядом со мной, имеют какие-то свои особенности характера, относятся к обстановке. Порядки, которые заведены, может быть, и многое-многое другое можно сюда включить. Не подходит окружающая обстановка. Друзья, вас устраивает окружающая вас обстановка? Всегда ли она вам нравится? Я думаю, что нет, правда? Они заняты рутинной работой. Как вы? Подавляющее большинство занимается рутинной работой. Так или нет? Каждый день одно и то же. Как прачечная скажет. Каждый день новые полотенца? Нет, не те же полотенца. Как кухня скажет. Каждый день новые рецепты, что-то новое интересное. Новые блендеры привозят, новые комбайны, новый опыт каждый день. Так или нет? Нет. Фантазии, да, есть. А у кого-то есть? У шеф-повара есть для фантазии место? А вот я сижу там, чищу картошку. Какая у меня здесь зазор для творчества? Меня не удовлетворяет чистить картошку? Здесь об этом говорится. Они заняты рутинной работой. Труженики медотдела. Но одни и те же спины. Одни и те же спины. Не одни, но меняются спины, но один и тот же массаж спины преобладающий. Хорошо. Они заняты рутинной работой, тогда, как считают себя способными к более высоким обязанностям. То есть ты можешь больше, а делаешь каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Может быть, это и хорошо, быть неудовлетворенным, делать каждый день одно и то же. Как вы скажете? Помните, Алексей, наш пресвитер, как-то читал проповедь? Великое приобретение быть благочестивым и каким? И довольным. И в этой проповеди, помните, какая была ключевая мысль? Что лучше быть недовольным в каком-то смысле. То есть недовольным своим профессиональным уровнем сегодня, а стремиться к повышению этого уровня, в том числе и профессионального. Не быть довольным тем характером, который у меня уже есть, не почитать себя достигшим, а стремиться к большему, видеть свои недостатки и всё-таки работать и совершенствоваться. Поэтому, может быть, это и хорошо быть недовольным в этом смысле. Но здесь, по-видимому, в негативном смысле всё-таки имеется. Вот человек рутинный, вот это его место, а ему хочется чего-то там быть соколом в небе, а он здесь нехорошо работает. Часто их усилия кажутся им неоценёнными по достоинству или бесплодными. Бывает такое. Ну, не оценивают по достоинству. Никто там особо и спасибо не сказал, не поощрили так особо, не заметили. Ну, ты делаешь свою работу и делаешь. Ну, всё, какая тебе за это благодарность? Какая благодарность человеку, если он исполнил свои функциональные обязанности, свой долг? Ну, что, ему особо там аплодисменты? Нет, каждый хочет быть канатоходцем, может быть, да, чтобы ему аплодировали, но нет, увы. Мы ходим по канату, а нам никто не аплодирует. Бог только знает, сколько усилий человеку, чистящему картошку, знает, сколько усилий он тратит, да? Ну, давайте будем помнить, на кого мы работаем? Кому мы служим? Кому мы служим? Если мы служим Господу и чистим картошку для кого? Для Господа. Если мы мнём спины, ну, делаем массаж, делаем массаж, я, может, не совсем корректно выразился, да? делаем массаж как для Господа, то от кого нам похвала? На кого работаем? От того и похвала. Поэтому эту похвалу, эту признательность Господь нам дарует, да? Он видит, а здесь это уже всё меняет картину. Если моё количество картошки, которое я почистил, видит сам Господь, он же знает, значит, он оценил, от него и похвала. Хотя приятно, когда заметят, да? И здесь, на земле. И дальше здесь следующая мысль. У него, то есть у Бога, есть причины посылать нас в то место, куда сейчас направлены наши стопы. То есть мы оказались на том месте, где мы сейчас находимся, не случайно. У Бога есть причины, почему мы оказались именно здесь, на этом месте. В том самом месте может оказаться кто-то, нуждающийся в помощи, которую именно мы можем оказать. Мы очень часто сосредоточены на себе. Даже в плане нашего духовного роста, в моих размышлениях, например, вот это место, на которое поставил меня Господь. Значит, Он имеет для меня цель, чтобы меня благословить на этом месте. Здесь, на этом месте я буду иметь духовный рост, я буду иметь победы, я буду иметь благословение. Кто находится в центре моего внимания? Я. И это все несомненная правда, так? Служащие на месте, на которое их поставил Бог, самим Богом и благословляются. Но вот здесь у нас другая мысль, что я нахожусь именно на этом месте и занимаюсь именно этой работой, потому что в это же место или в сферу моего влияния попадет кто-то другой. Такой человек, которому именно я смогу явить Христа лучше всего. Вы знаете, что мы, люди, мы все разные и нас можно подразделить на разные категории характеров. Психологи, помните, они имеют категории характеров. Вот есть холерики, есть меланхолики, это одна из схем, скажем так, распределения характера. Есть другие критерии, по другим критериям или другими образами, синие, красные, желтые, зеленые. То есть здесь по-другому, другая шкала определения, но принцип тот же. То есть есть определенные категории людей и вот в одной категории, люди из одной категории, они лучше друг друга понимают. Они лучше друг друга понимают и воспринимают очень часто, потому что их жизненный опыт и способ мышления они похожи. И поэтому люди из вот таких подобных категорий им легче доносить Евангелие подобным себе людям. И вот одна, еще одна из причин, почему мы можем оказаться именно на определенном месте служения, может быть, самом скромном месте. Но Бог усмотрел это место для нас и для нашего блага, но и не только для нашего. Потому что на это место, именно на это место к нам будет Бог приводить именно таких людей, с которыми нам нужно иметь контакт. Тот, кто послал Филиппа к эфиопскому вельможе, Петра к римскому сотнику, а маленькую еврейскую девочку на помощь Нейману, сирийскому посылает мужчин, женщин и молодежь сегодня, как своих представителей к тем, кто нуждается в божественной помощи и водительстве. Вот таковы удивительные Божьи пути. Этим заканчивается раздел дисциплина в испытании. Вот и для чего дисциплина в испытании нужна. Для того, чтобы нашему духовному росплению способствовать и для того, чтобы мы могли оказывать то влияние ради Бога. Следующий подраздел этой главы называется «Божьи планы самые лучшие». Наши планы не всегда являются Божьими планами. Он может видеть, что лучше всего для нас и для его дела отказать нам в наших лучших намерениях. Как он поступил в случае с Давидом. Помните, как Бог поступил в случае с Давидом? Какие у Давида были планы хорошие или плохие? Речь идет здесь о построении храма. Хорошие это планы. Это хорошие планы, правда? Он не планировал какое-то плохое дело, он не планировал корыстное какое-то дело. Движим он был хорошим мотивом, правда, послужить Господу. Мотив хороший, но это все равно был не Божий план. и Бог направил по-другому. Изменил планы Давида. Вот точно так и нам в нашем служении. Мы можем иметь самые лучшие намерения, самые добрые планы, самые хорошие с нашей точки зрения, но они могут отличаться от Божьих планов. То есть он отказывает нам, но в одном мы можем быть уверены, он благословит и использует для своего дела тех, кто искренне посвящает себя и все, что у них есть, его прославление. Если он находит лучшим не отвечать на их желания, то он смягчит этот отказ, давим знаки своей любви и доверив другое служение. Как вам это? Он смягчит написано, этот отказ. То есть Бог компенсирует. Он не просто говорит, нет, твои планы не мои планы. Поэтому вот так будет. Да, Бог говорит, но твои планы не мои планы, но он смягчает свой отказ, дав им знаки своей любви. Поэтому когда ваши планы самые лучшие с добрыми намерениями вдруг где-то терпят крах, наблюдайте за знаками Божьей любви, какими-то особенными Божьими благословениями, которыми он смягчает свой отказ. Он не позволяет нам проходить мимо обыденных, но священных обязанностей, возложенных на нас. Часто выполнение именно этих обязанностей необходимо, чтобы подготовить нас для более серьёзного дела. часто наши планы терпят крах для того, чтобы Божьи планы в отношении нас могли успешно осуществиться. Вот изучая эту главу, я замечал одну и ту же мысль, которая то там, то здесь она проскакивает. Это вот такой лейтмотив. Верный в малом будет и во многом верен. Поэтому Бог ждёт, когда мы добросовестно исполним свои обязанности, которые на нас маленькие сейчас возложены, перед тем, как позволить нам исполнять какие-то наши грандиозные планы на более широком поле. Часто выполнение именно этих обязанностей необходимо, чтобы подготовить нас для более серьёзного дела. Далее идёт раздел «Уроки из жизни Моисея». Он продолжает ту же мысль, что Божьи планы они лучшие планы. Даже те планы, которые мы строим уже будучи в Господе, даже имея самые лучшие намерения, всё равно Божьи планы остаются лучшими. И пример тому жизнь Моисея, опыт, который пережил Моисей. Образование, полученное Моисеем в Египте, было полезно для него во многих отношениях. То есть наш прежний жизненный опыт, даже когда мы бы жили без Бога. Бог учитывает вот тот багаж и может его использовать. Бог ещё издали готовит людей к своему служению, когда они ещё не знают его. Вот Моисею Бог дал возможность получить определённое образование, и оно было полезно, ценно во многих отношениях. Но наиболее ценную подготовку для самого важного дела в своей жизни он получил тогда, когда пас овец. Моисей понимал это или нет? Поначалу во всяком случае. Он не понимал, правда? Он ощущал себя способным и призванным к высокому призванию, к высокой миссии, к огромному влиянию. Но Господь привёл его в пустыню, чтобы пасти овец, чтобы обучить его другим урокам, другие предметы, чтобы он прошёл. Моисей был от природы вспыльчив. Будучи в Египте преуспевающим военачальником, любимцем царя и народа, он привык слышать похвалы и лесть. Люди тянулись к нему. Он собирался своими собственными силами избавить Израиль от рабства. Совершенно иные уроки пришлось постичь ему как представителю Божьему. Когда он водил свои стада через дикие горы, на зелёные пастбища в долинах, он учился вере и смирению, терпению, покорности и самоотверженности. Он научился заботиться о слабых, ухаживать за больными, искать потерявшихся, терпеливо относиться к непокорным, заботиться о ягнятах и кормить старых и ослабевших. После этого опыта Моисей Моисей услышал призыв с небес заменить свой пастушесый кипосах на жезл власти, оставить своё овечье стадо и принять руководство Израилем. Божественное повеление застало его неуверенным в себе, косноязычным и робким. Моисей был сокрушён сознанием того, что он не способен быть Божьими устами, но он принял это поручение, полностью положившись на Господа. Господь вмешался в жизнь Моисея, используя, по-видимому, его же недостаток, его же вспыльчивость, его импульсивное убийство египтяна. Господь направил жизнь Моисея, направив его в ту школу, которую Бог хотел, чтобы Моисей закончил. И пока он не закончил её, Господь не допускал его до более широкого служения. Но когда Моисей был готов, Господь призвал его, и Моисей уже смиренный, остро ощущая зависимость свою от Бога, имея уже опыт работы с непослушными овцами, беспомощными, он уже мог с непослушным и беспомощным народом общаться и руководить ими. Далее. Пусть те, которым кажется, что их работу не оценили по достоинству, и которые жаждут поприща более ответственного, подумают над тем, что не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Псалом 74, 7 и 8. Этот библейский стих, Псалом 74, 7 и 8, он перекликается в какой-то мере с темой субботней школы. Мы в заключении немножко размышляли, Бог одного возвышает или возносит, как здесь написано, а другого унижает. То есть отведенное нам в жизни положение определено нам самим Богом. Бог допускает, чтобы один человек занял одно положение в обществе, а другой другое, чтобы один нес менее ответственное служение, а другой нес более ответственное служение. Каждому человеку отведено свое место в вечном небесном плане. Займем ли мы это место или нет, зависит от чего? От нашей верности в сотрудничестве с Богом, от нашей верности в исполнении нашего долга перед Богом вот там, где мы сейчас есть. И дальше очень сильная мысль. нам нужно остерегаться жалости к самому себе. Ну вот в этой вот жизни, в христианской жизни, когда ты стремишься к христианскому совершенству, стремишься поставить Бога всеми силами, но встречаются испытания, и каждый день тебя ждет борьба, самопожертвование, самодисциплина. Это нелегко. И вот естественно, что вот в таком вот пути борьбы, и постоянных усилий, и неурядиц еще к тому же повседневных, естественно, есть искушение жалости к самому себе. Нам нужно остерегаться этой жалости к самому себе. Никогда здесь используется слово, никогда это как часто, никогда это никогда, никогда не поддавайтесь чувству, что вас не ценят, как следовало бы, что ваши усилия не находят отклика, что ваша работа слишком трудна. Давайте запомним этот совет. Я думаю, этот совет от самого Господа, правда? Давайте никогда не будем поддаваться этому искушению во время, ну обычно мы начинаем вот так себя чувствовать и так думать, когда тяжело. Давайте ободримся, потому что мы служим Богу и Его оценка нашего служения от Него и место, на котором мы оказались от Него. И если не оценили люди нашего труда, наших усилий и никто не знает нашей борьбы, вашей борьбы лично, ведь никто не знает вашей борьбы, кроме Бога, и никто не может вникнуть в ваше сердце, никто не может вникнуть в вашу ситуацию так хорошо, как Бог. Может быть, только самый ближний, близкий человек, он где-то может приблизиться и понять вас, посочувствовать, но порой нет и такого человека. Давайте будем помнить, что Бог при этом все знает и оценивает. И вот здесь дан совет. Пусть память о том, что Христос вынес ради нас, заглушит любое проявление ропота. Ропот на что? Ропот на свою судьбу, ропот на непонимание, ропот на трудности и тяжести повседневной жизни в служении. Пусть память о том, что Христос вынес ради нас, заглушает любое проявление ропота. С нами обращаются лучше, чем с нашим Господом. А как память о том, что Христос вынес ради нас, может помочь заглушить любое проявление ропота? Как это? Нужно здесь дан совет вспоминать, что Христос вынес ради меня. И это должно помочь мне заглушить ропот на тяжесть моего креста, тяжесть моих повседневных испытаний, тяжесть моего одиночества. Как это может помочь? Наверное, так. Я просто понимаю, что если Он Христос вынес из-за меня это, это не просто так, что Он мой пример, и вот смотри, на Его Он выдержал вот такую нагрузку, а я несу меньшую нагрузку. Значит, мне утешительнее от того, что я меньшую нагрузку несу. Бывало такое, что вас утешали, вы, например, поранились, а кто-то говорит, а, еще хуже бывает. Вас сильно утешает такой аргумент? Меня не сильно утешает. Если я сломал ногу, то меня мало утешает аргумент, что а, а вот на прошлой неделе Вася сломал две ноги, подумай, как ему было тяжело. меня это мало утешает. Но когда я понимаю, что Вася сломал две ноги из-за меня, я был виновником того, что он сломал две ноги. Я сбил кого-то на машине, и теперь, когда кто-то другой сбил меня на следующей неделе, а я тогда уже смиренный понимаю, что тот человек пострадал из-за меня, он теперь в больнице, а я отделался легким ударом и испугом. Вы понимаете? Когда я понимаю, что Христос страдал за меня, из-за меня лично, из-за моего повседневного греха, это смиряет меня и помогает понять, мои грехи так много боли причинили Спасителю, они привели его на крест. И поэтому, если на мою долю выпали какие-то страдания, если на мою долю выпали какие-то трудности, одиночество, то мои грехи больше страданий Христу причинили. И поэтому я смиренно буду нести то бремя жизни, которое Бог допустил по своей милости, чтобы меня воспитать на мою долю. И при этом это должно помочь нам избавиться от всякого ропота на свою долю. И при этом апостол Петр еще добавляет, говорит, радуйтесь, еще говорит, при этом, радуйтесь тому, что в конце будет лучше, чем в начале. Для этого нужна вера ребенка, как вы скажете, который сядет в тачку. Потому что папа нас не уронит. И дальше уже время, конечно, подходит. я не сильно утомил вас, читая. Надеюсь, что это будет вдохновением для вас, где-то обличением, где-то наставлением, как и для меня. Поэтому позвольте еще несколько цитат. Дальше говорится о нас, о людях. Из-за того, что у них нет решимости взять себя в руки и изменить себя, многие попадают во власть стереотипов и ведут неверный образ жизни. Перевод немножко такой, немножко, знаете, не совсем понятный, может быть, но давайте поразмышляем над этим утверждением. Что имеется в виду? У кого-то нет решимости взять себя в руки и изменить себя. Таких много людей. Мы пробуем, пробуем, пытаемся преодолеть какой-то свой врожденный или приобретенный недостаток и у нас раз за разом не получается, не получается, не получается. И у нас уже, мы подходим к тому моменту, у нас уже нет решимости, мы уже на следующую попытку не решаемся. мы уже привыкли к тому, что вот ну я такой. Вот что означает, что мы попадаем во власть стереотипов. Стереотип это вот так, это уже сложившееся мнение о ком-то. Вот я такой, я робкий, я косноязычный, так говорил Моисей. Или я наоборот, вот я вспыльчивый, я нетерпеливый, но у меня нервная система расшатана, все, стереотип, я такой. Вот здесь написано, что из-за того, что у них нет решимости взять себя в руки и изменить себя, многие попадают во власть стереотипов и ведут неверный образ жизни. Неверный образ жизни это какой? Это опустив руки просто позволяют уже себе плыть по течению, просто уже своим недостатком проявляться, ну я такой. Они не могут развивать свои силы, чтобы совершать самое лучшее служение и тогда в них, вернее, я прошу прощения, они могут развивать свои силы, чтобы совершать самое лучшее служение и тогда в них будут нуждаться. То есть люди, которые говорят, ну вот нет у меня способностей, нет у меня, вот мой характер такой, я только на это способен, вот маленькое. Здесь написано, они могут развивать свои силы, чтобы совершать самое лучшее служение. мы можем преодолеть наши приобретённые и врождённые недостатки, чтобы прославить Бога лучшим служением. Верите вы этому или нет? Правильно здесь написано? Или, может быть, слишком много веры здесь проявлено? Вот те, у которых нет уже решимости взять себя в руки. Вот написано через одно предложение. Они могут развивать свои силы. То можем или не можем, как вы скажете? Верим мы тому, что это написано, или не будем верить? Верим. Вот как те люди, помните, у водопада говорили. Давайте будем верить. Это возможно. Даже уже устоявшиеся наши недостатки с Божьей помощью преодолеть возможно. Они могут развивать свои силы, чтобы совершать лучшее служение. И тогда в них всегда будут нуждаться. Их оценят по достоинству. Это одна из категорий тех людей, одна из категорий тех людей, которые не удовлетворены своим поприщем, которым ещё нужно расти, нужно усовершенствоваться, верить в Божью помощь. И тогда в них станут нуждаться. Тогда заметят их усилия и их способности. И тогда, может быть, доверят что-то большее. Вторая категория людей. Здесь дальше следующая цитата. Если кто-то имеет квалификацию для более ответственной работы, а это тот, кто уже имеет способности, имеет потенциал, то здесь написано, Господь возложит бремя не только на него, ну, бремя, то есть заняться чем-то более ответственным, желание что-то большее сделать, появится не только у него, но это бремя будет возложено и на тех, кто испытывал его, кто знает его сильные качества, кто может сознанием дела побуждать его двигаться вперёд. А это кто? Это начальник этого человека, руководитель, который знает его, который видел результат его труда. И в определённое Богом время услышат такие люди, имеющие уже квалификацию для более ответственной работы, они услышат его призыв, идите выше. И последний, или предпоследний, вернее, раздел, ещё пять минут. Заработная плата называется у нас, раздел называется «Нужды работников», большой раздел. Является ли материальная сторона жизни необходимой для человека? Она является необходимой. Это является одна из нужд работников, то есть оплата его труда. «Когда Христос призвал своих апостолов следовать за ним, за ним он не предлагал им лестные перспективы в этой жизни». Или Христос привлёк свою команду людей такими вот какими-то предложениями. «Если последующую ешь за мной, вот потом будешь ездить на самом лучшем скакуне, у тебя будет счёт в швейцарском банке, и всё у тебя будет обеспечено». Такими ли аргументами привлекал Христос к семье? Нет. Христос не обещал. Наоборот, когда один из людей пришёл к нему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошёл». И тот человек надеялся как раз иметь какие-то перспективы со Христом, земные перспективы. Ну что Христос ответил? Лисы имеют норы, да, птицы имеют гнёзда, а Сыну Человеческому негде и головы преклонить. Он указал на свою бедность, и сказал, «Не рассчитывай в этой жизни на какие-то особые, привлекательные для мира сего перспективы». Он не обещал им богатства или мирской почёт. Да и они не ставили никаких условий относительно своего вознаграждения. Левий Матфей, когда оставлял свою контору сборщика податей, спрашивал он Христа, «Хорошо, я оставляю зарплату вот такую, какая зарплата у меня будет?» Нет, он не спрашивал. Для него счастьем было быть в команде Христа. Для него было счастьем слушать Его и участвовать в Его деле. Вот в чём он полагал своё счастье. Поэтому вопрос о компенсации не будет самым важным для нас. Он будет у нас вопросу зарплаты, о справедливом воздаянии, о материальном обеспечении семьи, дети, дома, но это не будет главенствующим. Мы с радостью будем сотрудничать со Христом и не побоимся довериться Его заботе, сесть в эту тачку Христово служения. Если мы делаем Бога нашей силой, мы будем иметь ясное представление о своих обязанностях и бескорыстные устремления. Нас будет вдохновлять благородная цель, которая поднимет нас над корыстными мотивами. И далее. Последний подраздел этой главы называется «Господь усмотрит». Многие из тех, кто говорят, что являются последователями Христа, имеют беспокойное, смущенное сердце, потому что боятся довериться Богу. Они не покоряются Ему полностью, потому что уклоняются от последствий, которые подобные подчинения могут за собою повлечь. Если они не покорятся Богу, то не смогут обрести мир. Наш Небесный Отец имеет тысячу неведомых нам способов, как обеспечить нас. Порой люди не отваживаются на служение Богу. Почему? Потому что вот эта рутина повседневных повседневных, забот, чтобы соответствовать мирскому стандарту, потому что всё нужно обеспечить, всё нужно купить, всё нужно иметь и так далее и тому подобное. И этот страх перед материальным недостатком, как его понимает этот мир, он сдерживает людей от посвящения себя на служение. Но наш Небесный Отец имеет сколько неведомых нам способов, как обеспечить нас. Написано тысячи. А мы можем не видеть ни одного. Поэтому можем мы довериться этому Божьему обещанию, что если мы служим Богу на том, может быть, скромном месте, на котором мы сейчас находимся, и стараемся верно исполнить те маленькие обязанности, что сам Бог заботится о нас, мы в Его тачке. Можем мы довериться этому? Мы можем довериться. Давайте будем доверять Богу. И финансовые вопросы свои. Он знает, как позаботиться о нас тысячами способами. Ну, мы знаем один способ, как может Бог о нас позаботиться. Это наша зарплата, да? Это один способ. Но у Бога ещё есть сколько? 999. Как позаботиться о нас? Бог другими путями будет компенсировать небольшой, доход, скажем так, христианина, посвятившего себя на служение. Таково обещание дано нам. Тот, кто принципиально делает главным в своей жизни служение Богу, обнаружит, что все их затруднения исчезают, и они стоят на ровном пути. Верное исполнение сегодняшних обязанностей — лучшая подготовка к завтрашним испытаниям. Не наваливайте на себя все завтрашние обязательства и заботы. Не прибавляйте их к бремени сегодняшнего дня. Довольно для каждого дня своей заботы. Здесь ещё один аспект. Чтобы не переживать о объёме работы, о том, что нужно должно быть сделано сегодня, делаем то, что на сегодня Бог нам дал. Давайте вдохновимся надеждой и обретём мужество. Уныние в служении Божьем греховно и безрассудно. Он знает каждую нашу потребность. Со всемогуществом царя царей наш Бог верный завету объединяет великодушие и заботу доброго пастыря. Его сила абсолютно, а это залог непременного исполнения Его обетований для всех, кто уповает на Него. У Него есть средства для преодоления любой трудности, чтобы поддержать тех, кто служит Ему и с уважением относится к предусмотренным им средствам. Его любовь настолько сильнее любой другой, насколько небо выше земли. Он охраняет своих детей с любовью безмерной и вечной. В самые тёмные дни, когда внешние обстоятельства кажутся самыми угрожающими, имейте веру в Бога. Он поступает всегда по своему соизволению, так что всё содействует ко благу Его народа. Сила тех, кто любит Его и служит Ему, будет обновляться день за днём. Он желает и в состоянии одарить своих слуг всем необходимым. Он даст им мудрость для удовлетворения их различных потребностей. Бог даст нам мудрость для удовлетворения своих потребностей. Где-то обойтись без чего-то лишнего, того, что у мирских людей отнимают много средств. Где-то Бог пошлёт благословение с другой стороны. И таким образом вместе даже с небольшим доходом служителя Божьего все потребности будут удовлетворены. Итак, нужды работников. Проанализировав эту главу, главу номер 40 «Помощь в ежедневной жизни», я увидел, что нуждой работников Божьих в первую очередь является помощь в формировании Христового характера. И Бог предлагает нам свою помощь. Давайте будем помнить, что Он на нашей стороне в этом вопросе. Также мы нуждаемся в помощи Божьей, чтобы Его планы состоялись, а не наши планы состоялись. Он заботится о том, чтобы Его планы, лучшие планы состоялись в нашей жизни. И также нуждой работника является обеспечение наше, материальное обеспечение. Кто берёт на себя эту заботу о нас? Наш добрый и всемогущий пастырь. Поэтому давайте мы доверим нашим нужды, работников доверим Богу, нужды духовные и нужды материальные. И пусть Бог благословит нас. Что вы можете сказать на это? Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе за эту вдохновляющую главу, что Ты, Господи, знаешь нужды тех, кто однажды решился посвятить себя Тебе на служение. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты из нас, из простого углерода, из простых людей, со множеством недостатков, Господи, Ты хочешь и можешь сделать драгоценные камни, чтобы украсить ими свой венец. Господи, здесь на земле в служении Тебе и в Царстве Твоем. Господи, даруй же нам сотрудничать с Тобой и доверять Тебе в вопросе формирования нашего характера. Никогда не отчаиваться, видя недостатки своего характера, которые вскрываются в повседневной жизни, но доверять Тебе, что Твоей силой все может быть преодолено, Господи. Выйти за рамки стереотипов сложившихся у нас самих о себе и у других людей и расти профессионально, Господи, расти духовно и профессионально и во всех возможных отношениях, Господи, чтобы прославлять Тебя. Господи, научай нас также видеть Твое руководство в нашей жизни и подчиняться Твоему руководству, чтобы не наши даже самые лучшие планы и намерения состоялись. Но пусть Твоя воля добудет, Господи, пусть Твой самый лучший план нашей жизни осуществляется. Научи нас доверять Тебе и в этом аспекте, Господи, и научи нас также доверять Тебе в сложностях земной жизни, Господи, в тех сложностях, которые порою нам кажутся большими, непреодолимыми, угнетающими, Господи, надаруй нам полностью посвятившись Тебе на служение, Господи, верить, что Ты, Господи, позаботишься о нас и что Ты дашь нам мудрость, как организовать себя в своей жизни, чтобы нам хватало всего, Господи, и мы были довольны и обеспечены всем необходимым, Господи. Поэтому мы, Господи, решаемся сесть в тачку, которую повезешь Ты, Отче, довериться Тебе и Твоему водительству и Твоей заботе о нас. Мы перепосвящаем себя, Отче, Тебе на служение. Во имя Иисуса наша молитва. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok